Здравствуйте! Я Анастасия Емцова. Это информбюро программы чистых новостей. На Ставрополе отметили День Победы. На площади Ленина прошел торжественный парад. К мемориалам возлагали цветы, работали полевые кухни и, конечно, по традиции провели автомобильную акцию «Спасибо деду за победу». Во всем подробнее прямо сейчас. Более тысячи военнослужащих нога в ногу прошагали по главной площади края. Кстати, впервые за последние годы в Параде Победы приняли участие кадеты президентского училища. Анастасия Самойлова о Параде ветеранах и военной технике. Без двух минут десять все готово к началу парада. На площади выстроились военнослужащие. Более тысячи человек торжественным маршем вот-вот пройдут по площади Ленина. В центре города полностью перекрыто движение. На проезжих частях вместо автомобилей – военная техника. Сотни жителей и гостей из Ставрополя пришли на главную площадь края, чтобы своими глазами увидеть военное действие. Главные виновники праздника – бывшие фронтовики, труженики тыла, как обычно, на центральной трибуне. Большинство на праздник пришли не одни. Многим уже трудно передвигаться самостоятельно. Но Парад Победы все ветераны, как один, будут встречать стоя. Для встречи слева, на край. От военного шоу на площади уже потом делились зрители, мурашки шли по коже. Валерий Зеренков, губернатор региона, с главной трибуны поздравил всех 68-й годовщиной Победы. Отметил, слова благодарности за Победу, доставшуюся дорогой ценой, не перестанут звучать никогда. Подвиг миллионов человек не забыт. За мирное небо над головой боролись и Ставропольцы. Мы гордимся тем, что среди воинов, освободивших мир от фашизма, много наших земляков, Ставропольцев, которые на полях сражений и в дыру ковали великую победу. И со всех видов оружия стали стрелять. И крик «Война закончилась» и так дальше. И понятно, вверх. Палились из автоматов, винтовок и так дальше. Вот это было 9 мая 1945 года. Степан Александрович Шишов очень хорошо помнит тот день, когда узнал, что враг побежден. О том страшном времени ветеран может рассказывать часами. Ему было всего 15, когда грянула война. Он участвовал в боевых действиях по освобождению Украины и всеми силами, как мог, приближал День Победы. В этом году, рассказывает Степан Александрович, не удалось попасть на парад. Собирается смотреть его по телевизору. Очень греет душу, продолжает говорить ветеран, что молодежь сейчас активно принимает участие в акциях, приуроченных к 9 мая. Должен вам откровенно, со всей ответственностью сказать, что ветераны приветствуют такое поведение молодежи, когда она объединяется, вот, и делают пробеги, вело, мото. Работая с молодежью, не откладывая в долгий ящик, вот, показывает истинное лицо Великой Отечественной войны. Если честно говоря, я вот молодежи всегда при встрече говорю, что по-настоящему, ведь сам фактор Великой Отечественной, мало описан, я бы сказал. И не совсем правдиво иногда. Между тем, на площади Ленина продолжался парад, проследовала военная техника, бронетранспортеры, ракетные системы залпового огня, автомобили УАЗ и КАМАЗ и зенитные установки. После парада там же, на площади Ленина, прошло торжественное шествие. Сотни человек из самого сердца с Таурополя двинулись в сторону Вечного огня, чтобы возложить цветы. В память о тех, кто ценой собственной жизни сохранил для потомков мирное небо над головой. После парада на центральной площади Краевого центра праздничные колонны двинулись к мемориалу Вечного огня. В первых рядах самые главные люди на этом празднике ветераны. Минута молчания, памятный молебен, море цветов и море людей. Совершенно не запланировано от того очень трогательное действие аплодисменты победителям, шедшим от Вечного огня. Люди делали это просто от чистого сердца, а ветераны не сдерживали эмоций. Вы знаете, такое чувство. И чувство гордости, и чувство жалости к тем людям, которые со мной вместе воевали и остались на полях. Спасибо за подъехать. Вот такое чувство. Чувство благодарности. Да, что молодые люди уделяют внимание пожилым. Вот поэтому мы очень благодарны. Спасибо еще раз. Спасибо. Ну а после парада победы на площади и возложения цветов у Вечного огня, тысячи жителей и гостей Ставрополя пошли на крепостную горку. Там каждый желающий мог поесть солдатской каши и послушать песни военных лет Елены Лазарева с места событий. Не стареют душой, не стареют душой ветераны, ветераны, дорогой и дорогой. Крепостная гора. На сцене. Герои победы. Основные слова «Не стареть душой». И так считает каждый, кто поет в хоре ветеранов войны и труда. Больше 30 лет участники войны выходят на эту сцену. Репертуар один и тот же. Песни фронтовых лет. Григорий Абрамович рассказывает. Поет не только на публике, но и дома, вспоминая военные годы. Песня, говорит, поднимает дух и не дает унывать. Когда мы поем, мы сами получаем огромное удовольствие. Во-первых, от общения с людьми. От того, что мы можем людям преподнести. Вот хорошие песни. Наши военные песни. В этот день сотни людей пришли послушать песни из жизни 40-х. У кого-то слезы на глазах. Ведь там, на войне, погибли близкие. У кого-то улыбка от счастья. Ведь именно эта победа подарила нам мирное небо над головой. Песни военных лет, уверен губернатор Кырая, должен знать каждый патриот страны. Вот надо учиться молодежи. Нам с вами. Я советую, учитесь. Жить вот так красиво. Вот так, чтобы, знаете, жизнь не заканчивается только работой и пенсией. А надо продолжать трудиться. А минутами позже городские артисты представили сцену. Один день из жизни участников войны. Как жили, о чем мечтали и как ждали весточки от родных. У Янов, Парадин, Петров, Короткова. В это же время на крепостной горе развернулся солдатский привал с полевой кухней. Где каждый ветеран мог вспомнить вкус солдатской каши и поднять фронтовые 100 грамм. С днем победы! Петр Максимович вспоминает, голод был страшный. Ели, что придется. Иногда траву варили, а порой приходилось и кости грызть. Полевая каша считалась чуть ли не деликатесом. Правда, вкус, говорит, не сравнить, какой был в годы войны и какой сейчас. Конечно же, не похоже. В то времена, конечно, какая она была, наверное, сварена, наверное, на воде. Где же там было, что там. Конечно, это вкуснее много. А тогда, конечно, нам нравилось и в те времена нам. Вкус солдатской каши, а также песня о великой победе, говорит герой, останутся на всю жизнь в сердце каждого ветерана. Елена Лазарева, Александр Колодко, Информбюро. Уже по сложившейся традиции автовладельцы Ставрополя 9 мая расписали машины лозунгами и цветами победы. Об участниках автопробега Роман Шиповалов. Несколько сотен автовладельцев сегодня решили участвовать в автопробеге. Каждый разрисовал машину по фантазии. Кто-то написал на Берлин, кто-то нарисовал георгиевскую ленточку. Но главный лозунг остался единым. Спасибо деду за победу! В отличие от прошлого года, в этот раз организаторов автопробега не было. Все собрались по сарафанному радио. Каждый желающий мог принять участие в заезде. Отдать дань памяти героям войны, всем тем, кто защищал от врага нашу страну. Этот микроавтобус, расписан в цвет хаки и оборудованный наверху пушкой, стал одним из самых ярких участников пробега. Сергей, хозяин машины, признается, вчера до самой ночи он с друзьями наносил боевой раскрас. Практически весь день ушел на покраску машины, вчерашний до ночи красили. Праздник это ответственный, поэтому подошли тоже ответственно к этому празднику. Всех с праздником! С Днем Победы! Каждый оригинально подходил к украшению своей машины. Вот, например, Вадим на авто немецкого производства написал трофейный. Он с друзьями участвует в автопробеге уже не впервой. Говорит, о Великой Победе надо помнить и гордиться героическими подвигами наших предков. Для меня это великий праздник. Очень хорошо, что здесь собрались люди, чтобы почтить память, чтобы устроить праздник в нашем городе. Сергей – один из немногих, кто решил не красить машину, а наклеить аппликацию в виде ордена Героев Отечественной войны. Считает, вид машины должен быть достоин победы наших ветеранов. Вообще для меня праздник значит очень много. Память нашим старикам. Мы посвящаем этот автопробег им, потому что мы помним их доблесть, их победу. То, что мы свободная теперь страна. Благодарим им. Собираюсь ехать, в принципе, по всему автопробегу. Надеюсь, закончить где-нибудь подальше. Но не все сегодня сели за руль машины. Участниками автопробега стали и велосипедисты. Большой колонной они отправились флагами по улицам Краевого центра. Традиционно ребята вот так выражают свое уважение тем, кто воевал. И мы помним память павших. Для нас, лично для меня, это самый великий день. Это день, когда наша идея, наша страна отстояла свою независимость. Не только переодеть машины, но и сами сменить гражданку на форму военных лет. Некоторые участники пробега и таким способом решили отдать дань памяти героям войны. Самый светлый, самый значимый праздник для нашей страны. Такое количество людей собралось. Для того, чтобы именно молодых людей, что самое важное. Они помнят, они знают из рассказов своих дедушек, бабушек. У меня тоже дедушка воевал, поэтому я очень горжусь этим. Событием этой победой. Я думаю, вот таким сборами мы показываем, что действительно Россия единая. Ура! Участники автопробега отправились по всем центральным улицам Ставрополя. Финишировали, как и в прошлом году, у мемориала «Танк». Роман Шаповалов, Николай Попов, Информбюро. Все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv24.tv, телефон нашей редакции в Ставрополе 351345. Звоните, мы обязательно откликнемся. Ну а я, Анастасия Емцова, на этом с вами прощаюсь. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин